Если что-то не получалось, занималась в зале сутки напролет до тех пор, пока не удавалось исполнить задуманное. Нелли Ким. Ее считают своей в Таджикистане и Беларуси. А в Казахстане называют ни много ни мало национальной гордостью. Для корейцев только она королева гимнастики. В ее честь в далекой Канаде родители назвали дочку, которая стала звездой мировой эстрады. Ее полетом завидовал космонавт Гречка, ведь она преодолевала земное притяжение без видимых усилий. Представьте себе, вы ходите в спортивную секцию, а ваши родители об этом не знают. В современном мире такое вообразить трудно, однако семья нашей героини полгода не ведла, что будущая легенда спорта занималась гимнастикой. Еще больше они удивились, когда она их пригласила на первые соревнования. Но это было связано не с отсутствием интереса к жизни дочери, а с тяжелым и с постоянным трудом родителей, чтобы прокормить троих детей. Меня зовут Твалтва Дзаги. Вы смотрите передачу «Чемпионы Евразии». И сегодня на золотом пьедестале большой чиновник из Международной Федерации Спортивной Гимнастики. Самая лучезарная спортсменка 70-х. Хрупкая девушка с железным характером. Нелли Ким. Личное дело Ким Нелли Владимировны. Родилась 29 июля 1957 года. Прозвище Кимонелли. В детстве мечтала стать балериной. Первая гимнастка, которая выполнила двойное сальто в вольных упражнениях. В Южной Корее была коронована и получила титул «Гимнастическая королева». До спортшколы она ходила два километра с тяжелой сумкой, которая волочилась по земле. Но желание заниматься было настолько велико, что ни сильные казахстанские ветры, ни жара не могли ее остановить. До школы отец проводил ее всего один раз. На вторую тренировку Нелли уже отправилась сама. В какой-то момент девочка испугалась, что забыла дорогу и не сможет дойти до места. Но не заплакала. Переборола волнение и спросила у прохожего, где тут тренируются гимнасты. Прохожим оказался, кто бы вы думали, ее наставник, человек, которому она обязана своим большим именем – Владимир Байден. Она была настоящая сорвиголова. Разбитые коленки, казаки-разбойники, верховодила мальчишками во дворе, не могла сидеть на месте. Любовь к лазанию по деревьям и внутренний моторчик рано или поздно привели бы ее в какой-нибудь спорт. Но тут важно было не ошибиться и не убить в ребенке желание расти и достигать. С этой задачей лучше всего справился тренер по гимнастике Владимир Байден. И вот что удивительно. Наставник сам в прошлом был тяжелоатлетом, но влюбился в грацию и пластичность незнакомого для себя вида спорта. Изучив все элементы, познав тонкости и основы биомеханики, наставник разработал прекрасную систему, которая в игровой форме помогала будущим чемпионам полюбить сложную дисциплину. Владимир Байден шутил про свою подопечную, что она лентяйка. Скажешь ей сделать пять раз, она пять раз и сделает. Но все будут идеальны. Она умела собираться в нужный момент и выдавать невероятный результат. Они ругались и спорили. Но как узнала позже сама Нелли Владимировна, у тренера был определенный план с психологическими ходами и заготовками, который не просто давал свои плоды, а вел спортсменку к олимпийским высотам. Однажды он сказал, что у Нелли плечи никуда не годятся, что с такими плечами не выиграть больших соревнований. Девочка прибежала домой в слезах, но лишь для того, чтобы вернуться обратно в зал с невероятным желанием доказать, что она может все и плечи ей не помеха. Грация и талант Нелли Ким не могли оставить равнодушными журналистов всего мира. В казахстанский Шикент приехала съемочная бригада из США. Чтобы понимать уровень происходящего, нужно жить в то время. Проделать путь не просто в СССР, а на самый край Казахстана ради интервью юной спортсменки. Когда местные власти узнали, что к ним едет делегация из Америки, то Байдену и его подопечной, уже чемпионки мира, сразу выделили квартиры. Зал отремонтировали и дорогу вокруг зала заасфальтировали. На Олимпиаде 1976 года советская команда по гимнастике казалась непобедимой. Что самое важное, очень сплоченной. Но, как отмечают историки спорта и знатоки, это было указание свыше. Не допускать распри, демонстрировать дружбу. Хотя последняя в команде и была, но с большими оговорками. Юную Нелли признали не сразу. Выскочка из Казахстана, да еще и с отличными данными. Показательным может быть случай на тренировке перед спартакиадой 1975 года, когда лидер команды Ольга Корбут подошла к ним и сказала «Я сейчас в твое двойное сальто прыгала. Так у меня здорово получается, а ты что-то падаешь все время». Все та же Корбут любила говорить, что только она звезда, а все остальные кометы. Но в итоге в Олимпийском Монреале Нелли принесла сборной. Три золотые медали, а Ольга только одну. Соревнования тогда вовсю транслировали по телевизору. Но это все еще была роскошь. Поэтому большая часть слушала репортажи по радио. В те дни весь Шимкент прильнул к приемникам. Отец Ким, работавший на заводе, то и дело бегал к директору из своего цеха, когда выступала дочь. И это была не его прихоть. Руководство вызывало его по громкой связи, чтобы разделить радость с главой семейства. Вообразить атмосферу очень тяжело. Особенно, когда Нелли выполнила невероятно сложный прыжок Цукахару. И не просто, а с вращением на 360. Впервые в истории судьи подняли оценку 10 за опорный прыжок. На той же Олимпиаде она взяла еще одно золото в своих любимых больных и серебров многоборье. Когда закончились соревнования в Монреале, у нее брали интервью, и все спросили, откуда она? Ну, что тут скрывать? И Казахстан-то сейчас не каждый покажет на карте. А когда она говорит, допустим, я тренировалась в Чимкенте, то это, знаете, вопрос, который зависает. И вот как бы эти журналисты, ну или так, ФИГ, это Федерация, Международная Федерация, поставила точку на карте в этой как бы пустыне, что это культурный центр. Я думаю, что авторитет одного человека, который своими достижениями прославил Казахстан и тот же самый Чимкент, я думаю, что это очень здорово. Казахстанские спортсмены, герои Олимпийских игр в Монреале вернулись на родину. Член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев и председатель Совета Министров Казахской СР товарищ Ашимов приняли группу спортсменов-казахстанцев, участников 21-х Олимпийских игр и их тренеров. После игр в Монреале ее завалили письмами поклонники, но она была влюблена в коллегу по сборной белорусского гимнаста Владимира Ачасова. Она приняла непростое решение уйти от Байдена и переехать в Минск к будущему мужу. Но надо оговориться, что тогда она уходила не столько от тренера, сколько и спорта вообще. Ей хотелось простой жизни, семьи и детей, человеческого счастья, плюс ее мучила язва 12-перстной кишки. Такое случается на фоне переживаний, перегрузок и усердных тренировок. Но она об этом никому не рассказывала и лишь усложняла программы, пока ее не забрали с тренировки на машине скорой помощи. Завершив лечение и отдохнув от гимнастики 5 месяцев, она начала понемногу приходить в зал к мужу и просто смотреть, как работают другие. А когда выступления ей стали сниться, Нелли поняла – пора возвращаться. И вернулась, да еще как, стала абсолютной чемпионкой мира в 79-м и в прекрасной форме подошла к домашней Олимпиаде. В Москве на первый план вышло ее противостояние с легендарной румынкой Надей Каманечи. Их пути пересеклись в вольных упражнениях. По сей день ходит много кривотолков. Говорят даже, что Нелли Ким заставляли отказаться от золота в пользу Каманечи ради укрепления дружбы между социалистическими странами. Дескать, пусть победит румынка, ты золото уже взяла в команде. Даже если это было так, то не в характере Нелли отступать. Пусть это и просит партия. После блестящего выступления судьи долго совещались. Лишить советскую гимнастку золота было невозможно. Но румынке медаль была гарантирована. В итоге на пьедестале две чемпионки. Стоя на первой ступени, девушки впервые заговорили друг с другом. Ну что, на этом заканчиваем? Теперь да. Здесь исключено, что было политическое решение. Ну, видимо, бригада судей не смогла кого-то оценить выше. И это было... Тогда это были одни из первых решений. Дать две медали. Сейчас есть, конечно, наклон политический. Часто очень смотрят на это. Кому дать и за что. А тогда в то счастливое время... Идеального никогда не бывает. Но более-менее тогда было все-таки справедливое решение. После завершения карьеры Нелли Ким жила и работала в нескольких странах. Беларусь, Южная Корея, США. Но Казахстан занимает особое место в ее сердце. Здесь она национальный герой. В ее честь названа школа. Ее победы вдохновляют до сих пор. И когда она приезжает сюда, то всегда с удовольствием встречается с представителями СМИ. С теплотой вспоминает о друзьях, тренерах, судьях. Иногда еле сдерживая слезы. Нелли Владимировна всегда подчеркивает. Именно здесь, в ее родной дом. Эта певица в представлении не нуждается. Но есть один интересный момент. Ее полное имя звучит так. Нелли Ким Фуртадо. С нашей героиней, незримой нитью, канадскую поп-диву связали родители. Мария и Антонио Фуртадо за два года до рождения дочери стали свидетелями выступления советской гимнастки на Олимпиаде в Монреале. Восторг и эмоции, испытанные от увиденного, не оставили им выбора. Так на свет и появилась Нелли Ким Фуртадо. Обладательница премии Грэмми. По всему свету распродано более 40 миллионов копий ее альбома. Вот такие вот две всемирно известные Нелли Ким. Жаль, что до сих пор они так и не встретились. Об этом, к сожалению, рассказывает сама Нелли Владимировна. А еще она не раз говорила, что в гимнастике вольные упражнения для нее самые любимые. Ведь именно там раскрывается вся суть спортсмена. Прыжок слишком сухой, брусья и бревна механика, а на ковре раскрывается вся грация гимнаста. Его артистизм и красота. Кстати, став президентом женского технического комитета Международной Федерации Спортивной Гимнастики, именно она ратовала за изменение системы оценок, чтобы артистизм учитывали, выставляя баллы. Чтоб спортивная гимнастика не превратилась в механическую. Сегодня она большой чиновник, курирует все главные международные соревнования и путешествует по всему миру. Но никогда не забывает про любимый город Шимкент.